Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Как в регионе проходит процесс внедрения онлайн-кассы? Какие новые правила использования кассовой техники недавно вступили в силу? Об этом говорим сегодня в нашей студии исполняющий обязанности начальника контрольного отдела управления ФНС России по Самарской области Дмитрий Станотин. Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович! Здравствуйте! Хотелось бы узнать в целом, как проходит процесс внедрения онлайн-кассы в нашем регионе и какие проблемы при этом возникают? Ну, напомню для наших телезрителей, что, скажем так, первый этап перехода на использование онлайн-кассы нового образца наступил 1 июля текущего года. По состоянию на сегодняшнее утро более 80% парка контрольной кассовой техники, старого парка контрольной кассовой техники Самарской области уже переведен на новый порядок. Некие задержки у ряда поставщиков, они все же остаются, но надеемся, что в ближайшие месяцы они будут закрыты, поскольку ряд логистических проблем, который существовал на территории Федерации в связи с поставкой фискальных накопителей и поставки части касс, были немного отсрочены. Он сейчас практически снят, поэтому большинство поставщиков уже до своих клиентов основные партии поставили, остаются там небольшие проценты. Само собой, сложности, как при любой реформе, они неизбежны, в том числе Самарская область столкнулась с ними, о чем я уже говорил, это отсутствие фискальных накопителей было, но сейчас проблема уже решена. Ну и в основном какие-то исключительные случаи у каждого платежика свой, отдельный, касаемо его вида деятельности, больше технической составляющей. Сейчас специалисты с каждым случаем разбираются отдельно, и проблемы, в принципе, решаются. Функционирует парк ККТ по новым законам уже в полную силу, вы можете столкнуться практически во всех магазинах на территории Самарской области. Напомню, если кто не в курсе, основные изменения связаны, в первую очередь, для самих налогоплательщиков, кто применяет кассы, это регистрация кассы удаленно. То есть нет необходимости приставлять кассу в налоговый орган, можно все это сделать через личный кабинет налогоплательщика, зайдя в интернет. Можно также контролировать свои смены удаленно через оператора фискальных данных, также через личный кабинет налогоплательщика. Для тех, у кого отсутствует по какой-то причине возможность регистрации кассы через интернет, сохраняется возможность регистрации кассы по старинке. Можно провести налоговые органы, сотрудники налоговой также помогут вам зарегистрировать эту кассу. А с 1 июля, по-моему, еще новые правила какие-то появились, использование кассовой техники, в чем они заключены? Я про это уже и говорю, что первый этап, который он был для большей части налогоплательщиков, он наступил с 1 июля текущего года. При этом необходимо помнить, что для таких налогоплательщиков, которые находятся на режиме налогообложения ЕНВД патент, либо оказываются услуги. Для них федеральный закон, который действует теперь по контрольной кассовой технике, будет применяться с 1 июля 2018 года. То есть у них еще будет около года для того, чтобы планомерно войти в требования федерального закона и обеспечить исполнение всех пунктов этого закона. А есть ли категории, которые как исключение идут, что им не нужно новые аппараты устанавливать? Да, они были предусмотрены и старой редакцией закона, все, что было предусмотрено ранее, осталось и было дополнено рядом позиций. Даже еще дополнено? Да, ну, немножко расширено, несущественно. Условно говоря, это мелкоразносная торговля, либо мелкие услуги, которые, в принципе, и раньше никогда не требовали применения ККТ. Это продажа газет, журналов, продажа мороженого, ну и так далее, и так далее. Если предприниматели не устанавливают все-таки восстановленный срок вот эти новые онлайн-кассы, что им грозит? Есть ли какие-то штрафные санкции, может быть, административные? Конечно, конечно. Принятие нового закона, оно само по себе подразумевало изменение санкций в отношении нарушителей положения этого закона. В кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения, которые коснулись конкретно статей за неприменение ККТ, или применение ККТ, они установлены образца. Теперь штрафные санкции, которые будут налагаться на юридических лиц и должностных лиц за нарушения в данной области, они дифференцированы, и они будут строго привязаны к сумме непробития по чеку. То есть, если мы говорим о должностных лицах, то это от 1,4 до 1,2 от суммы непробития по чеку. Штраф можно вставлять на юридических лиц от 3,4 до всей суммы непробития по чеку. Плюс предусмотрено за повторное нарушение и дисквалификация, и приостановление действенности на определенный срок. Это в случае, если будет установлен повторный факт на определенную сумму. Но при этом хочу напомнить, что также, помимо всего прочего, в Кодекс об области системного правонарушения была внесена статья, которая предусматривает предупреждение за впервые совершенное правонарушение, если лицо ранее не привлекалось. То есть, ну, некое послабление за первый раз, само собой, будет применяться в налоговом органе на обязательном порядке. Что справедливо. И хотелось бы еще узнать о каких-то, может быть, льготах для тех, кто вот эту сумму, сколько стоит вообще в среднем установке? Скажу, что за последний месяц произошло снижение цен на контрольную кассу технику. Ряд производителей значительно снизили отпускную цену. Если раньше мы говорили, что минимальная цена приобретения кассы с фискальным накопителем составляла 18 500, где-то около 19, то на текущий момент уже есть модели, доступные к приобретению. 15 тысяч рублей вместе с фискальным накопителем можно спокойно заказать. В течение недели-двух эта поставка будет осуществлена. Плюс напомню, что Минфин выпустил соответствующее письмо о том, что в связи с действительно рядом особенностей по производству фискальных накопителей, рядом логистических задержек, если налогоплательщик заблаговременно заключил договор поставки на кассу, оплатил этот кассовый аппарат, но по независимым от него обстоятельствам, а именно вины налогоплательщика не будет, и этот кассовый аппарат ему не поставлен, а 1 июля уже наступила, и, к сожалению, он не может у населения принимать денежные средства через новую технику, то в этом случае налогоплательщик будет освобождаться от административной ответственности в связи с тем, что вина отсутствует. Но при этом, само собой, налоговый орган в каждом отдельном случае будет проверять, действительно ли договор поставки реальный, действительно ли прошла оплата, и по какой причине произошла задержка. И скажите, пожалуйста, как-то компенсировать эту сумму можно? Какие-то налоговые вычеты могут быть существуют, потому что все-таки для начинающих, тем более, предпринимателей... Ну, если мы говорим про малый и средний бизнес, то в основном это как раз и будет это системное обложение патент ЕНВД, для которых отсрочка еще до 2018 года. При этом в Госдуме уже в нескольких чтениях прошел законопроект, и есть основания полагать, что он будет подписан как раз к переходному этапу для вот этой категории. Для них будет предусмотрен вычет налоговый по каждой технике, пока обсуждается сумма в размере, насколько я помню, 18 тысяч рублей на каждую кассу. То есть это можно будет скомпенсировать, государство эти денежные средства вернет путем налогового вычета. Да, понятно. И если в целом рассмотреть эту реформу, то на кого она направлена в первую очередь, и ее выгодные стороны? Что получит потребитель, обыватель, может быть, еще какие-то органы? Ну, конечно. Ну, в любом случае, однозначно можно сказать, что эта реформа равнонаправлена в отношении всех участников процесса. Это как налогоплательщик, а именно организация, которая использует кассы при реализации товаров, оказании услуг. Это государство по контролю за оборотом денежных средств, в том числе наличных. И это потребитель, который покупает товары, либо приобретает услуги за наличный расчет, либо с использованием электронных средств платежа. Значит, если говорим про налогоплательщиков, которые променяют кассы, для них становится удобным регистрация кассы, контроль за выручкой, за оборотом по кассе по каждой своей точке, в том числе и удаленно. Общение с налоговыми органами происходит дистанционно через личный кабинет. Личный контакт с налоговыми спекторами, он будет только в исключительных случаях, когда действительно такая необходимость возникнет, а именно, как правило, это связано с нарушением. В остальных случаях все мы будем видеть удаленно, поэтому необоснованные проверки будут исключены со стороны налоговых органов. Оптимизация процессов. Ну и о чем справедливо говорить, это все-таки приближение к равной конкуренции, поскольку при всех прочих условиях, когда налогоплательщик один применяет кассу в полном объеме, а другой, как это было ранее, имеет возможность в нарушении закона скручивать показания КЛЗ, либо не пробивать товары по кассе, по определенной своей схеме, через один или через день, находится в неком привилегированном положении, что, само собой, не способствует развитию конкуренции. Теперь же, когда все данные выгружаются онлайн, и гражданский контроль, он будет осуществляться, мы надеемся, повсеместно, такие случаи будут редким исключением. Для государства, само собой, это поступление налоговых отчислений дополнительных, это вскрытие теневого оборота денежных средств, перевод его в легальный. То есть муниципальная казна будет пополняться, да? Не только муниципальная, а федеральная в том числе. Все уровни бюджета будут пополняться, поскольку теневой оборот, он должен сойти на нет. Так или иначе, если налогоплательщики захотят, в принципе, осуществлять деятельность, им придется осуществлять ее легально в рамках действия законодательства. И скрыть уже будет все достаточно проблематично. Для самих потребителей действительно возникает удобство в получении и хранении чеков. Теперь при пробитии чека каждый потребитель может попросить кассира отправить этот чек ему электронно. Для этого существуют мобильные приложения, которые уже работают. Они возможны для скачивания на всех платформах мобильных устройств. Если по той или иной причине вы забыли попросить чек в электронном виде, то его можно просканировать с помощью смартфона. На всех чеках теперь печатается двухмерный QR-код, который содержит в себе все сведения. Через это же мобильное приложение можно проверить чек на подлинность. Действительно ли этот чек выгружен на серверы операторов фискальных данных и доступен для налогового органа. Если этот чек не проходит проверку, то можно из этого же приложения оформить обращение в налоговый орган. А вот это уже востребовано общественностью? Да, это используется. Причем, помимо всего прочего, эти чеки хранятся в электронном виде. И распечататься технологопластичник может в любой момент, и они будут иметь такую же силу, как обычный напечатанный чек. Это на те случаи, если какой-то гарантийный возврат товара происходит, либо что-то связанное с защитой прав потребителей по возврату товара, либо некачественное оказание услуг. Вы сказали про гражданский контроль. О ком вы говорите? Кто должен активизироваться и как выстраивать это взаимодействие? Как раз таки вот я про приложение, как я начал говорить. Само собой, основной упор должен быть сделан самими добросовестными потребителями, которые приобретают товары, либо приобретают услуги. Чек должен выдаваться в любом случае. Если мы говорим про товары, то это уже с 1 июля текущего года практически по всем налогоплательщикам. А про ЕНВД, патент и услуги это с 1 июля 2018 года. И должно у гражданского населения сформироваться четкое осознание, что когда осуществляется расчет с использованием денежных средств, будь то наличных, либо электронных, должен быть выдан чек. И, соответственно, этот чек можно проверить сразу в мобильном приложении, сохранить его там же. И если вдруг что-то не соответствует реальности, то оформить обращение, чтобы налоговые органы среагировали. Возможно, в ближайшее время будет принято, это обсуждается на различных форумах. Мы также этот вопрос поднимали по опыту ряда стран, например, Кореи или стран СНГ. Возможно, будет на таких чеках печататься лотерея. Для того, чтобы заинтересовать население в, скажем так, в истребовании чеков у продавцов и усилении гражданского контроля. Да. Кстати, вот вспомнила, что и в этом году поступления в налогово от лотерейных выигрышей увеличились, как факт тоже интересный. Ну, да. Немножко это с другим связано. Но для примера могу сказать, что все знают реформу по шубам, по чипированию шуб. Если мне память не изменяет, по цифрам точно не скажу, грубо говоря. Вот только сам факт реформы, связанной с чипированием шуб, увеличил поступление в бюджет то ли в 4, то ли в 8 раз. Это только вот эта вот реформа узконаправленная в одном секторе. Что же говорить про весь денежный оборот, который проходит через кассовый аппарат. То есть прозрачность увеличивается? В этом цель реформы. Цель реформы. К нам еще до вашего прихода поступили вопросы от телезрителей. Я сейчас озвучу. Почему в течение 5 лет нужно сохранить фискальный накопитель, или информация в налоговую передается в режиме онлайн? Василий Самара. Что, действительно 5 лет нужно хранить? Немножко не так, наверное. Значит, фискальные накопители, как и ранее по старым кассам, были КЛЗ, у них был срок, через который их необходимо было заменять. Так у фискальных накопителей тоже есть срок службы. На текущий момент на рынке есть как фискальный накопитель со сроком службы 13 месяцев, так и трехлетние фискальные накопители. Значит, по истечении этого срока они подлежат замене. То есть, ну, смысл в том, что объем информации, который на них хранится, все равно он ограничен. И их необходимо будет заменять. Для техноплательщиков, которые будут использовать онлайн-кассы с подключением к сети интернет, тут тоже я чуть позже скажу, что есть деление в связи с тем, что сторона большая, и сигнал интернет не везде устойчив. Так вот, те, кто будут подключены к интернету через операторов фискальных данных, все данные будут выгружаться сразу на сайт оператора фискальных данных и дальше доступны для налогового органа. Те, которые не будут подключены к сети интернет, а будут просто использовать кассы нового образца данных, будут сохраняться в этих фискальных накопителях. И, соответственно, налоговый орган сможет получить их при замене. Как только замена фискального накопителя произошла, я думаю, сохранять его нет никакой необходимости, поскольку все данные оттуда будут переданы в компетентные органы, в налоговые органы для анализа и проверки. Поэтому тут какое-то, мне кажется, излишнее требование, как Василий озвучил. Эльвира, если возникают вопросы по установке онлайн-кассы, куда можно обратиться? Действительно, тем более, если женщина-предпринимательная. Значит, напомню, что на текущий момент и вплоть до следующего года, а я думаю, и после этого, на территории каждого налогового органа Самарской области работают открытые классы. Они работают согласно режиму работы самого налогового органа. Туда может обратиться любой налогоплательщик с вопросами, связанными с регистрацией контрольной кассовой техники, с использованием, с приобретением, ну и так далее, и так далее. С любыми вопросами, которые касаются именно ККТ. Помимо открытых классов, куда можно прийти в любое время, также на сайте налоговой службы есть справочник по налоговым органам Самарской области, где есть контактные телефоны всех ответственных лиц от каждой инспекции, плюс есть телефоны от управления Федеральной налоговой службы, который также осуществляет консультирование и разъяснение по вопросам докладательства, связанное с применением ККТ. Вы сказали, что проблемы все-таки возникают, решаются в индивидуальном порядке, а как они разрешаются, где, опять же, куда нужно обращаться, если возникла такая проблема, даже конфликт какой-то приводит. Ну, конфликт вряд ли, тут в любом случае, скажу так условно говоря, по секрету, но контрольные мероприятия со стороны налоговых органов сейчас сведены к минимуму, насколько это возможно. Само собой, при поступлении обращений и жалоб мы в любом случае выходим и проверяем эти факты, но поскольку часть техники все еще в пути, о чем я уже говорил, то мы стараемся дождаться того момента, когда, ну, практически весь парк будет обновлен и уже потом какие-то контрольные мероприятия проводить. Значит, для того, чтобы получить какие-то разъяснения технического характера, иногда налоговые органы вынуждены и таким заниматься, поскольку, ну, мы стараемся помочь, насколько можем, по продвижению этой реформы, и для того, чтобы налогоплательщики с минимальными, скажем так, вложениями и с наибольшей скоростью перешли эту реформу, можно, как я уже сказал, обратиться по телефонам контактным, которые на сайте налог.ру можно лично подъехать в налоговые органы, где вы стоите на учете, переговорить с специалистами. В случае, если проблема будет технического характера, которая не входит в компетенцию налогового органа, мы постараемся дать контактные телефоны тех представителей заводов-изготовителей, которые работают на территории Самарской области, которые смогут решить техническую какую-то причину, по которой вы не можете применять ККТ надлежащим образом. Ну, о всех тонкостях перехода на новый порядок применения, как это рассказано в ролике, который расположен на вашем сайте, давайте посмотрим его и продолжим разговор. С 1 февраля 2017 года поэтапно вводится в действие новый порядок работы с контрольно-кассовой техникой. Он предусматривает передачу данных о расчетах в налоговые органы в электронном виде через операторов фискальных данных. С этого момента регистрация кассовых аппаратов осуществляется только по новым правилам. Процедура стала проще – кассы можно зарегистрировать онлайн в личном кабинете на сайте налог.ру. Согласно новым правилам, кассовый чек может отправляться покупателю в электронном виде. Его можно распечатать или проверить с помощью специального мобильного приложения по штрих-коду. Если вы осуществляете торговлю и принимаете к оплате наличные средства и платежные карты, то перейти на новый порядок вы должны не позднее 1 июля 2017 года. Но если вы являетесь плательщиком единого налога на вмененный доход или используете патентную систему налогообложения, а также если занимаетесь выполнением работ или оказанием услуг, то до 1 июля 2018 вы можете осуществлять расчеты без применения кассовой техники, как и раньше выдавать подтверждающий платежный документ по требованию покупателя. Только после 1 июля 2018 года вы будете обязаны применять кассовые аппараты. Общее правило таково, если вы не были обязаны применять кассовые аппараты, то до 1 июля 2018 года можете работать без них. Имеются также исключения, когда можно не применять кассовые аппараты или применять их в автономном режиме, без передачи информации в налоговые органы онлайн. Кстати, если вы принимаете к оплате платежные карты через интернет, то теперь достаточно отправить чек покупателю в электронном виде. Личный кабинет на сайте налог.ру помогает решать многие вопросы по использованию кассовой техники, а также осуществлять мониторинг и анализ своих расчетов в режиме реального времени. Новый порядок существенно сократит количество проверок в ваших точках продаж. Вся информация будет доступна налоговой службе онлайн. Благодаря новой технологии создаются комфортные и равные условия для предпринимателей. Формируется здоровая конкурентная бизнес-среда. Онлайн-кассы. Это просто и удобно. Скажите, а сколько уже установлено онлайн-кассы, чтобы мы весь масштаб могли понять? Ну, масштаб в пределах Самарской области, по состояниям сегодняшнего утра установлено 20 350 касс. Это составляет практически 80 с лишним процентов от парка старых кассовых аппаратов, которые были зарегистрированы. Но это, в принципе, вписывается в среднероссийский показатель, как он есть на территории всей страны. Да, но страна у нас огромная, и проблема в том, что интернет-то не везде работает хорошо. Как вот эту проблему можно решить? Как вы ее решите? Значит, ситуация следующая. По масштабам страны, тут есть два исключения. По труднодоступным местностям и по местностям, где неустойчивый сигнал интернет. Значит, на территории Самарской области труднодоступных местностей у нас нет. По сигналу интернет ситуация следующая. По критериям, которые были разработаны правительством, были разделены районы нашего субъекта на устойчивый сигнал интернет, условно говоря, и неустойчивый сигнал интернет. Подробный перечень опубликован на сайте правительства Самарской области, и есть он также в региональном разделе 63-й регион на сайте наук.ру. Ну, проще говоря, с устойчивым сигналом интернет на территорию Самарской области попали все города, а также Кенель-Черкасса и поселок Рощинский. Все остальные территории были признаны с неустойчивым сигналом интернет. Что это значит? Это значит, что все остальные территории, где неустойчивый сигнал интернет, могут использовать кассы нового образца в автономном режиме. То есть нет необходимости пока заключать договор с оператором фискальных данных и на постоянной основе выгружать эти данные через интернет. То есть выгрузка будет осуществляться в последующем по механизму, который будет выработан. Налоговый орган сам либо запросит, либо как-то еще снимет все эти показания фискального накопителя. Ну, условно говоря, вот так вот. Остались еще вопросы от телезрителей. Затронет ли кассовая реформа оконный бизнес? После 1 июля оплачивать услугу можно не наличными, сразу после установки пластиковых окон, а через онлайн-кассу в офисе. Можно ли оплатить? Ну, на самом деле ситуация ничем не отличается от покупки яблок в магазине. Просто это окна, это тот же товар. Также осуществляется расчет с использованием либо наличных денежных средств, либо с использованием электронного транспортного платежа. Я так понимаю, что еще вопрос связан с тем, что можно ли принять денежные средства в офисе, а установку касс осуществить на дому. Я думаю, здесь проблем никаких не будет. То есть денежные средства принимаются по договору, заключается договор, либо вносится аванс, либо вносится вся стоимость в зависимости от условия договора, и потом в сроке установленного договора мы осуществляется поставка окон и услуги по их монтажу. Понятно. Купил товар в интернет-магазине, не подошел. Как вернуть? Как в этой сфере будет реализована кассовая реформа? Ну, тут вопрос не совсем к налоговым органам. С точки зрения интернет-торговли, вот как в ролике тоже было отмечено, действительно новый вид касс появился. В законодательстве это касса для интернет-торговли. Теперь для этих касс, скажем так, бумажный носитель отсутствует. Чек отправляется в электронном виде. Ну, а так, ситуация по возврату товаров ничем не отличается от того, как она была раньше. В случае нарушения, я думаю, Роспотребнадзор готов отреагировать по всем этим случаям, если продавец отказался в установленный законный срок обменять товар, либо слить его возврат, если он подлежит возврату. Ну, основная нагрузка по установке вот новых онлайн-касс легла все-таки на представителей бизнеса. Скажите, вы проводите с ними встречи, вы слушаете, вот обратная связь у вас есть? Потому что, наверное, есть и проблемы. Обязательно. Само собой проводятся, как семинары, инициаторам которых выступает и налоговая служба, куда приглашаются все налогоплательщики. Такие семинары проводятся, ну, скажем так, семинары, совещания, круглые столы, как угодно их называйте. И на территориях инспекций управление участвует в проведении таких семинаров. Так же мы практически участвуем во всех семинарах, куда нас приглашают либо производители контрольно-кассовой техники, либо какие-то инициативные группы по обсуждению вопросов, связанных с использованием ККТ, с применением тех же штрафных санкций и так далее, и так далее. То есть налоговая служба в этом плане полностью открыта, мы готовы и проводить консультации, и принимать участие в тех или иных встречах, которые помогут налогоплательщикам использовать ККТ в тех критериях и по тем параметрам, которые установлены в федеральном законе. Знаю, что в это время проверки проводятся только в зоне риска. А что значит зона риска? На кого это распространяется? Зона риска – это достаточно уже, как сказать… Устаревшее понятие. Не то, что устаревшее, оно откатанное в разных сферах. В том числе налоговая служба, рискориентированный подход использует практически во всех направлениях своей деятельности. Не исключение это и контроль за исполнением законодательства в сфере контрольно-кассовой техники. Ну, проще говоря, если для телезрителей проверки будут осуществляться только там, где есть для этого основания. Не обоснованных проверок и, скажем так, проверок ради проверок осуществляться не будет, поскольку нет ни технической возможности, ни столько специалистов, чтобы впустую распыляться на простые выходы к налогоплательщику, чтобы посмотреть, как у него там дела. Тем более, сейчас, поскольку все данные выгружаются онлайн, все показатели мы видим онлайн, то и рискориентированный подход позволяет выявить тех налогоплательщиков, которые, скорее всего, либо не исполняют законодательство по применению ККТ, а, проще говоря, не используют контрольно-кассовую технику, либо используют ее с нарушением. Вот по ним, собственно, и будут проводиться проверки. Весь добросовестный бизнес будет работать спокойно и в глаза не видеть налоговых инспекторов с контролем мероприятий. Реформа проводится поэтапно. Окончательная дата завершения реформы, когда она предусмотрена? 1 июля 2018 года будет переход оставшихся видов налоговых режимов на ККТ, о чем я уже говорил, это патент, ЕНВД, услуги. Ну и совет для тех, кто вот уже на этом этапе завершения, но, может быть, еще и не совсем торопится, осознает всю важность. Ну, для тех, кто уже должен был, напомню, постоянно 1 июля перейти, но по каким-то причинам до сих пор не заключил ни договор о поставке, не побеспокоился об исполнении законодательства, все же рекомендую в срочном порядке обратиться в налоговый орган, дадут все контакты на выбор поставщиков по ценам ККТ. И установить кассы. Спасибо большое. Заплатить, заплатить договор и исполнять закон. Спасибо за важную и полезную информацию. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!